вот эту завесу тайны операционной мы полностью убрали это таинство которое тоже приоткрыли для нас оказывается это так все красиво бескровно спокойно у нас есть возможность поделиться опытом и самое главное это объединить хирургов нам бы только кого заманить в операционную прооперировать такая востребованность эстетических операций с чем она связана для русских женщин всегда важно как она выглядит пациент должен в деталях знать то что получится в результате любой операции какой-то момент прихожу дома рояль думаю все слава богу мария добрый день я очень рада что мы с вами нашли возможность встретиться и побеседовать я помню нашу первую встречу это было я даже уже сейчас затрудняюсь вспомнить в каком году но вы тогда мне показались очень робкой я так еще для себя подумал ну как вот такой нежный человек и вдруг хирург нас познакомил хирург пластический поэтому я думаю ну вот как то как то интересно и тогда кстати говоря еще женщин пластических хирургов было очень мало прямо скажем очень мало такая интересная метаморфоза которая случилась с вами произошла и я это наблюдаю мне очень интересно я бы хотела наверное задать первый вопрос почему именно пластическая хирургия и в общем за такой короткий срок сделали такой большой шаг до собственной клиники на самом деле у меня обманчивая внешность когда ординаторы приезжают к нам на учебу первый раз меня видят и думаю да наверное не туда мы приехали учиться чего она может такого показать 50 килограмм веса когда они видят меня в деле они понимают что во мне скрыт очень большой энергетический потенциал но это во первых просто что вы говорили что немножко моя робкость да внешняя такая какая-то утонченность немножко с хирургией не должна быть связана но как все началось у меня достаточно такой кривоватый путь в пластическую хирургию никогда я об этом не думала я пришла в хирургию в далеком 2001 году вот в этом году уже 22 года как я занимаюсь хирургией я пришла на практику после второго курса института или после первого даже я попала в отделение микрохирургии хирургии кисти которые возглавлял игорь олегович голубев сейчас он заведует отделением цито все я просто влюбилась микрохирургию практика началась от сложного через как бы и к эстетике да то есть микрохирургии пришивание пальцев сухожилия нервы реконструкции при лицевом параличе реконструкции плечевого сплетения все это во всем этом я очень очень плотно и долго варилась когда я закончила институт я поступила в ординатуру по травматологии ортопедии и моей мечтой и единственной целью было заниматься микрохирургии реконструкции там конечности и так далее в рамках большой нашей травматологической больницы в городе ярославль я закончила ординатуру по травматологии я в конечно учась в ординатуре я уже очень много что делала сама я в больнице в этой работала и медсестрой и просто ходила на дежурство к разным докторам постоянно я с кем-то оперировала каждый день после института я бежала туда в общем у меня большой был опыт уже концу института и конечно ни у кого не было сомнений почему эта девчонка среди 20 ординаторов парней в травматологии ортопедии кто это все знали кто это и все знали зачем я здесь и почему как бы никто не удивился потом когда ординатура закончилась единственное что мне предложили из работы это возглавить структуру которая будет заниматься травмами лица пациенты наши получая травмы да они еще дополнительно могли получить травму лицевой какой-то части и мне предложили доучиться по челюстной лицевой хирургии и заниматься в рамках вот этой большой травматологической больницы заниматься травмами лица в кисти места не было я на полгода уехала в питер я закончила еще тогда была первичная специализация закончила по челюстной лицевой хирургии и вот оттуда но как-то вот пошло вот немножко в сторону эстетики действительно люди попадали с разными травмами и мне приходилось восстанавливать и в том числе красоту да конечно для меня почему-то эстетика началась лица именно вот через челюстную лицевую хирургию и для многих например они оперируют там грудь там что-то тело да и на лицо им сложнее как-то психологически да и страшнее у меня наоборот получилось то есть первый раз я зашла на например блефоропластику это в рамках когда было разрушение стенки орбиты да мне пришлось сделать этот субциллярный разрез туда попасть то есть у меня все было от прос от сложного шло то есть от реконструкции от травм каких-то восстановлений потом потихонечку как-то вот первые мои веки например верхние это пациентка жена моего пациента которого была какая-то там травма она мне шла и говорит ну уж вы моему мужу такой глаз собрали что мне веки не сделаете что ли ну вот какие то такие были вещи вот конечно меня я была заметной среди студентов там ординаторов да конечно дважды мне поступало предложение от одного и того же доктора чтобы пойти к нему в ассистента и заняться полностью эстетической медициной про грудь там про тело я даже не думала я думала ну как-то вот где-то около лица что-то на второй раз я в общем-то приняла это приглашение и верой правды 15 лет я отработала с этим человеком ну и как-то так сложилось люди вырастают отпочковываются мы пришли к клинике но это всегда была идея создать свою клинику это такой определенный смелый шаг и это администрирование вместе с естественно с любимым делом и администрирование это всегда отнимает значимую часть энергии но в то в рамках той клиники той структуры в которой мы работали нам становилось немножко тесно и мы как-то пытались спотенцировать нашего того руководителя что надо как-то нам может расшириться где-то что-то ну в общем в итоге расширились сами как-то так сложилось слава богу что я не одна со мной бок о бок уже вот эти 15 лет работает мой коллега отчасти где-то мой ученик и ученик моего мужа это эдуард анатолий шульгин да и мы с ним вот тоже с института вот эти дежурства вот эти травмы больниц соловьева бессонные ночи он немножко меня помоложе он чуть позднее пришел и я его как бы привлекла в эстетику вот у меня муж который в общем-то на микрохирург и кистевой хирург который нам вложил руки скальпель который научил нас вообще как с какой стороны к пациентам подходить а мы потом уже как-то трансформировались в эстетистов и мы вместе и у нас косметолог елена анатольевна с которой мы тоже вот все эти годы работали поэтому вчетвером чуть нам совсем было не страшно и на каком-то таком мы подъеме энергетическом моральном были да административно администрировать приходится мы делегировали это вот в руки моего мужа андрея валерьевича сами продолжаем заниматься любимым делом творчеством да был ковид очень много клиник как-то страдала какие-то клиники безусловно закрылись вот какие у вас планы а вы в это время открываетесь то есть как бы вы идете на гребне мы так испугались мы мы открылись и к вид начался буквально через пару месяцев но было страшно но запись на операции очень большая много месяцев вперед и она конечно нас все равно поддерживал на плаву слава богу в ярославле было немножко послабже с запретами со всеми да с ковидными планы только расширяться все равно мы сейчас работаем в партнерских отношениях с большой клиникой там где в своих стенах мы не можем проводить какие-то операции длительно у нас просто не хватает мощностей да но мы в общем-то в пути и в развитии и сейчас в строительстве в ремонте своего большого полноценного стационара мария как вы можете мне объяснить вот такая востребованность эстетических операций с чем она связана для меня медицина делится искать вот на эстетическую медицину и большую медицину вот это не значит я пересмотрела тоже свои взгляды мне казалось что эстетическая медицина может быть недостаточно серьезно что она не спасает жизни по сравнению с большой медициной но я считаю что это не совсем правильно все таки мы сейчас говорим о том что качество жизни имеет большое значение а естественно эстетика и эстетическое восприятие себя имеет большое значение для качества жизни человека и в том числе для пациента который становится вашим пациентом потому что он хочет что-то улучшить почему это именно в нашей стране такой спрос мне кажется мы еще не достигли уровня соединенных штатов америки где там большое количество пластических хирургов по сравнению скажем так с россией будет ли это увеличиваться будет ли это потребность возрастать вообще все любят ругать там как вот живем в это время вот что-то плохое в этом времени а я люблю наоборот какие-то находить плюсы вот например все говорят вот соцсети это зло а мне кажется соцсети это то что нас как-то раскрепостило да нас развила не как не только как блогеров но и как специалистов когда все завели свои инстаграмы и я поняла что вообще-то у людей результаты-то ого-го какие а у молодых специалистов посмотрите они уже вообще по-другому мыслят и меня это тоже заставило пересмотреть многие вещи на самом деле вот сейчас за последние 5-7 лет я почти все свои методики преобразовала и я все делаю несколько иначе какие-то нюансы там мы вводим и так далее вот мне кажется развитие соцсетей очень сильно способствует тому что много пациентов до красивая картинка она всегда всех стимулирует на то чтобы выглядеть еще лучше да вот это модное сейчас направление сделайся лучшей версии себя на это не только ментально но и физически поэтому я думаю вот этот аспект конечно мы всегда были такой немножко страной азиатской да нам важно как мы выглядим я надену все лучшее сразу это про советских женщин однозначно вот слава богу все это как-то более приобрело такие более эстетичные очертания но тем не менее для русских женщин всегда важно как она выглядит да и мужчины кстати тоже как-то на уровне стараются держаться что нас отличает почему может быть не такой спрос как например в сша я думаю что это связано только с благосостоянием людей больше ничего это единственный наверное сдерживающий фактор а так бы было еще больше народу желающих хирургов да действительно мы таких такая нация которая в общем любит себя показать ухаживать за собой мари такой вопрос вот у вас своя клиника но назовите скажем так вот и мы раз говорили заговорили про социальные сети какие три важных направлений вот нужно освещать затрагивать для того чтобы клиника имела успех клиника или доктор в соцсетях мое как бы развитие в соцсетях оно такое было сначала боже боже одно хвостовство вот просто думаю ну не могу смотреть потом думаю все это надо пациенты вот мария юрьевна вот у вас мало соцсетях там результатов а вот я говорю вы же не находите меня по соцсетям нет конечно нам о вас там сказали но мы сразу же проверяем а там и ничего и нету вы ничего и не выкладывайте это был первый момент конечно нужны результаты понятно честно говоря в нашей стране среди наших коллег есть недобросовестные коллеги я лично знаю людей которые выкладывают не свои результаты там фотошоп и так далее конечно тут сложно пациенту бывает разобраться но нужно всегда немножечко мы приблизили конечно к себе пациентов да вот эту завесу тайны операционной мы полностью убрали да они все видят как и что происходит может это и неплохо и например многие пациенты мне сказали а как оказывается это так все красиво бескровно спокойно я вот когда посмотрела что вот так все у вас музычка играет все хорошо я вот как-то еще больше в это привела наверное нутрианочку чуть-чуть приоткрывать надо но нужно информировать пациентов то есть я в свою миссию в соцсетях в итоге думаю ну чем то я должна сама себя оправдать зачем я это делаю но информационная миссия я тоже есть youtube канал я на него там загрузила свое время каких-то роликов для пациентов по разным видам операций рассказывать нужно ну на их на пациентов на обычном человеческом языке да я считаю что информация это то что спасет многих пациентов от каких-то неверных шагов поэтому я рассказываю вот такая то есть проблема вот так ее можно решить вот косметологически вот хирургически вот такие можно получить осложнения то есть но честность конечно однозначно должна быть вот но и немножко там не знаю насчет личной жизни не люблю выкладывать но говорят надо для чего для создания образа интересно смотреть да что вы живой человеке что-то как ничего человеческое у меня иногда там кто-то из родственников говорит вот я с утра тебя не открываю я только завтракать начну а там твои там эти пошли stories из операционной мне сразу аппетит пропадает им хочется там и кошки и собаки и дети чтобы мне кажется наверное это правильно совершенно недавно я задумалась о том что сейчас все рестораны с открытой кухней то есть ты можешь видеть как готовят то есть это таинство которое тоже приоткрыли для нас да и потрясающее оборудование но теперь не дает нам возможность всем запахом готовки поступать в ресторан поэтому мне тоже кажется это это интересно это такая степень доверия да то есть вы видите что как и как готовят на кухне вы можете оценить с точки зрения себя восприятия вам это нравится не нравится и то же самое в операционной хотя честно говоря смотреть на то как готовят пищу наверное гораздо более привлекательно для конечного потребителя чем смотреть на операционную но не бы хотелось наверное в первую очередь чтобы пациенты поняли что это не просто что это не не каждый может сделать что это не от не банально развернуть операционную в любом месте что нужны определенные требования определенное оборудование что все это скажем так высшие пилота что это скорее всего как вот полет в кабине в кабине самолета что там нужны пилота да нужны профессионал это другая сторона медали потому что с другой стороны да инстаграм все украсил при украсил то есть да пациенты думают ага и без синяков и без отеков из без боли вот до вот после все красиво вот этот промежуточный период мало кто показывает да это другая сторона медали они думают что это просто нет инстаграм на самом деле я хочу сказать что это скажем нож острый двухсторонний но у нас такая миссия компании мы всегда открыты тоже для пациентов к нам обращаются пациенты над которые в панике нашли в инстаграме хирурга прооперировались получили отрицательный результат и дальше они знают куда идти и как то почему то они стекаются к нам и мы в общем пытаемся им каким-то образом помочь естественно становимся свидетелями того что они нам рассказывают и действительно они выбирают по картинке инстаграма следующий вариант они выбирают по цене и следующий вариант они идут на повторную операцию которая естественно во много раз дороже чем первичная операция как вы относитесь и как вы устанавливаете скажем ценовую политику в клинике если вы сделаете дешевую операцию вы привлечете большое количество пациентов но качество этих пациентов будет одно они будут ожидать невероятных результатов за небольшие деньги либо это так сказать не то что эконом а это категория плюс но это обусловлено тем что у вас все таки операционные оснащенные у вас специалисты которые дорогие работают как 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 сбалансировать для того чтобы клиника существовала успешно в этом смысле нам еще сложнее мы находимся в регионе в нашем регионе у нас наверное самые дорогие цены но мы не экономим на расходном материале я не использую шовный материал некачественный только самый дорогой немецкий там американский французский но вся расходка у нас очень дорогая это сразу обусловливает другую цену да но наш все-таки контингент нашего региона он немножко менее платежеспособен чем московский пациент да с одной стороны у меня иногда бывают такие всплески я оперирую каждый день каждый день меня не бывает там среди недели там что у меня нет операции я оперирую и в неделю несколько в день несколько операций да так если вот прошлого года статистику взять но больше 500 я сделала в год я думаю все надо как-то уже себе подумать надо как-то уменьшать количество операций в неделю надо как-то а не могу морально вот как-то перешагнуть что я отсею какой-то сегмент людей они вынуждены будут уйти куда-то и могут оказаться с проблемами меня это сдерживает честно хотя многие мне уже там говорили вот вам надо отдельную цену и чтобы вы там три раза в неделю оперировали спокойненько и все пока еще хочу помочь как можно большему числу людей поэтому у нас такой получился нижний уровень определен расходным материалом и вложениями до всеми немаленькими а верхнюю планку мы не можем поднять потому что у нас регион немножко такой средний и пока еще может то что мы молодые активные пока еще мы не сильно устали все равно держим какие-то такие цены средние чтобы как можно больше людей могло иметь возможность к нам обратиться все так а ваши пациенты откуда из регионов или из москвы тоже у меня много московского направлении московского это сергиев посад королев там переславль москва и все что тут вот рядом мы северное направление очень четко как бы на себя взяли это коми республика архангельская область вологодская область потому что мы находимся на середине на трассе московской с ними и они как бы вот доезжают останавливаются да да поэтому все равно большинство конечно это кто-то из местности наверное вот 50 процентов это наших и 50 это всех остальных вот так наверное мари мы встретились с вами когда мы проводим мозг образ митинг это восьмое мероприятие уже в так сказать в все по счету и мы очень гордимся этим мероприятием у нас есть возможность поделиться опытом из самое главное это объединить хирургов и я знаю что в этом году вы представите интересный сложный случай мы записали с вами живую хирургию и будет доклад на какую тему я покажу методику уменьши уменьшающие мамопластики редукция с подтяжкой симметризации там асимметрия пациентки пациентка возрастная интересные а я обожаю эту операцию на самом деле я в ней чувствую себя еще и врачом прям в правильном понимании этого слова да что это операция которая приносит не только эстетический результат но и физи физиологически конечно женщине облегчает жизнь да поэтому вот женщин с редукциями я прям люблю они умнички а в вашем графике в эти операции в процентном соотношении сколько занимают сложно сказать если вот любимая операция это мастопиксия да да наверное да и даже вот больше наверное редукции именно когда уменьшаем мы да это это из из груди это моя любимая все равно вообще люблю операции где надо побольше как-то своих мануальных навыков проявить просто увеличить грудь сделав разрез поставить имплант мне уже как-то не очень интересно вот когда там есть вокруг чего надо по поработать до творческие какие-то свои проявить да это вот я люблю давать но редукции достаточно много у меня и видимо тоже это какое-то сарафанное радио есть такой моментик они все там подружки а на втором месте или на четки на первом месте лицо нет лица больше конечно это вот как-то так сложилось сразу исторически это ну хирург у него же есть любимая операция или в принципе вы универсал нет у меня я люблю вообще оперировать в принципе люблю но вот у меня есть какие-то топы из каждого сегмента да я люблю например из лица я обожаю эндоскопическое омоложение прям моя любовь там мне нравится что там есть технологии вот видео ассистенция вот это мне все нравится на груди я вот люблю редукции мастопиксии все что своими тканями можно сваять да ну и отдельным моим таким но пьедестале стоит ринопластика я очень ее люблю у меня и к сожалению не так много как то так сложилось но я люблю ринопластику мария а что должен пациент я не знаю не то чтобы сказать сделать вот или какой должен быть пациент которому вы откажете в операции есть такие знаете у меня есть какие-то фишечки которые я так на консультациях говорю во первых если я вижу что человек пришел прям с недоверием с каким-то немножко вызовом ну чем вы меня удивите я уже была у пяти специалистов ну давайте ну давай чё там ну вот таком духе у меня конечно сразу такое немножко у меня есть фраза такая в конце консультации говорю вы знаете эстетика это то что не по жизненным показаниям мы никуда не опоздаем мы не лечим никакое заболевание это можно вообще не делать поэтому если у вас есть хоть малейшее сомнение не надо ничего делать я вас прошу людей сразу отрезвляет потому что пациенты реально думают что мы заточены только на деньги и нам бы только кого заманить в операционную и прооперировать и вот эта фраза в конце консультации я ее говорю она сразу людей так отсеивает кого-то кто-то наоборот сразу проникается доверием ах вот так ну ладно конечно ну соматический статус естественно никто не отменял да то есть если какие-то заболевания мы не возьмем но есть пациенты которые реально наверное ожидания завышены относительно того что они имеют в исходнике да тоже приходится много разговаривать объяснять у меня слава богу очень уже большое портфолио у меня на каждый случай есть какой-то пример в компьютере я сразу открываю вот она зашла я если какие-то вопросы а вот я хочу вот так чтобы было и сразу вот видите вот как вы да вот так вот вот оно будет вот так вы согласны вот на такие исходы ну да или нет то есть у меня слава богу накопилось уже такое на каждый случай примеры я уже как бы могу чем-то козырнуть скажем так и как-то если пациент считает что нет для меня недостаточно такого итога я пойду поищу счастье на стороне и такое бывает редко правда вот но бывает в принципе это наверное даже хорошо потому что этот пациент заведомо будет проблемным конечно конечно раз у него ожидания превышают возможности хирургии ну вот самое элементарное все мои пациенты которым я делаю эндоскопическое моложение практически все они приходят за блефоропластикой конкретно мне веки я там какие-то понимаю что уже тут одними веками мы не обойдемся у меня есть в компьютере пример женщина приехала ко мне из другого города уже с прооперированными веками вся недовольна предыдущим хирургом вот все равно все висит все равно и я всегда говорю вас в рамках век все сделано правильно но вам надо было просто еще объяснить что не только в веках проблема здесь проблема в тозе до средней зоны бровей и так далее и когда пациентка мне говорит нет я только веки я сразу эту фотографию вот вам нравится вот этот результат здесь уже веки сделано нет мне так не надо я говорю вот если мы сделаем только веки будет вот так и они сразу все понимают это замечательно это кстати говоря второй раз я натыкаюсь на такой подход у нас тоже есть ваша коллега в санкт-петербурге и я отправляла несколько пациентов к ней прошли как раз проблефоропластику и мне было очень интересно то тоже с точки зрения вот наблюдений когда они вернулись они сказали нет мы не хотим потому что она нам посоветовала подтяжку верхней трети лица я гну вы знаете что это причем я совершенно уверена что это никакой не развод что человек не будет советовать тебе то что тебе не нужно и как вот правильно она сказал теми же самыми словами что одной блефоропластикой я не смогу достичь того результата который вы хотите получить от оперативного вмешательства собственно говоря это вот тоже важно это я понимаю то что должны знать пациенты то то к чему они почему-то не готовы наша задача на предоперационном этапе разглядеть как бы его потребности правильно расставить что он ждет в итоге да и я всегда говорю своим ординатором о том что мы должны как бы спуститься на уровень пациента и перевести ему какие-то наши медицинские вещи на русский язык какие-то аналогии провести какие-то бытовые примеры чтобы он понимал вообще что как будет вот с грудью например да у меня есть конкретный такой свой пример когда пациенты многие говорят я не хочу вертикальный рубец при подтяжке груди или при увеличении с подтяжкой вот этот вертикальный рубец всех пугает и смущает вот сделайте мне подтяжку только по ореоли вот если без имплантов да я начинаю объяснять что понимаете подтяжка по ореоли ее такой операции не существует что такое грудь грудь представим такой торт холл в виде холмика вот подтяжка по ореоли это значит вот из этого холмика взяли ножом и верхушку срезали то есть она осталась той же площади она не компактнее на не упругий да но она потеряла свою конусность она стала менее проекционно и ничего не поменялось кроме вот этого рубца а что такое вертикальный рубец когда мы из этого тортика взяли кусочек вырезали опять этот тортик сложили в целое да получился вот этот там где разрез но зато грудь сохранила свою конусность она уменьшилась по площади значит она стала более компактной понимаете а теперь поняли то есть вот я просто по-русски там женщинам объясняю такой по бытовому и они как-то у них это приходит осознание наглядно поэтому у меня вот есть такие всякие что фишечки наличие соцсетей позволило и нам тоже больше узнать про вас про про наших любимых докторов с которыми мы работаем я например совершенно не знала про ваше увлечение музыкой и я бы сказала даже таким не профессиональным исполнением это появилось в результате усталости от хирургии это была альтернативная любовь это отдушина которая позволяет набрать энергии на на хирургии вот как как вы это расцениваете ну вообще вот все что вы назвали это все это это есть в этом всем какая-то часть этого хобби первые моменты я занималась музыкой всю жизнь с детства я собиралась стать музыкантом после девятого класса я к маме конкретно пришла и говорю я дальше в школу в 10 класс не пойду я поступаю в наше музыкальное особенностское училище как бы все и все в принципе в семье понимали что музыка она в итоге как-то она станет частью моей жизни но то что это станет моей профессии основной и что я не пойду в 10 класс будучи круглой отличницы для мамы был шок конечно мама была вообще просто в панике что со мной разговоры что нельзя давай десятый класс закончим все равно там и после одиннадцатого возьмут ну ты как-то вот два и два года еще поготовишься как-то немножко отстрагируешься я действительно я всю школу у меня было конкурсы экзамены музыки вот это у меня музыка поглощала все целое я думал вокал эльфорта все у меня музыкальная школа я все все в музыкальном плане у меня прям есть образование вот и меня музыка конечно занимала все мое пространство и мне казалось что ничего жизни другого то и нет и когда в десятом классе у меня музыкальная школа закончилась и я пошла дальше как-то учиться мама говорит вот у тебя же медаль планируется в школе у тебя все к этому есть идет я так со стороны на все это посмотрела думаю да действительно кроме музыки есть еще жизнь вообще то что я стала врачом это такая реализация моих внутренних амбиций мне все оказалось так вот какая-то такая профессия вот должна у меня быть чтобы вот ну вот прям чтобы вот не как все думаю вот врачи это такие люди которые знают чуть больше чем все остальные вот любой другой профессии да можно как-то владеть даже и потом перепереквалифицироваться переучиться а врачом вот и как бы вот так просто не станешь если ты сразу не выберешь это после школы да потом уже в эти санки очень сложно прыгнуть вот это классная такая эксклюзивная профессия нет вообще у меня вообще родители из деревни из одной причем да поэтому я единственный человек родившийся в городе поэтому мы так все с нуля когда же это метаморфоза случилось что на рука подождет вот в десятом классе я как-то так со стороны на все это посмотрел думаю ну действительно как-то вот музыка слишком такая субъективная профессия вообще думаю мне надо 10-11 классов закончить у меня в 10 классе как раз и случилось что я думаю вот наверное если не музыка то только врачом больше мне ничем все началась вот эта моя студенческая жизнь она очень бурно меня захватила я и там мне надо было в топе чтобы все там потом это вся хирургия после первого курса все эти дежурства ночные на 10 лет меня моему моей жизни не стало музыки ровно на 10 лет шесть лет института два года ординатура и два года когда я как-то в профессии еще что-то там развивалась устанавливалась у меня все через 10 лет у меня все у меня прям я мужа своего достала говорю я не могу мне нужно мне нужна музыка в какой-то в какой-то момент прихожу дома рояль думаю все слава богу все и так мне опять все это закрутилось закрутилось город небольшой принципе музыкальных кругах я многих знала еще со времен музыкальной школы поэтому ну вот как-то вот я даже сама не понимаю как это произошло и опять вот меня это закрутило сначала меня позвали где-то выступить потом что-то где-то я какие-то брала уроки потом сейчас у меня уже есть свой коллектив музыкальный а это ваш коллектив музыкальный с которым выступает они не только со мной выступают ну вот у нас такая сплоченная уже команда мы у меня каждое воскресенье посвящено только музыке то есть я в субботу тоже работаю я перевязываю пятничных пациентов консультирую кого-то осматриваю а воскресенье все меня никто не трогает я не репетиции какие-то занятия я целый день занимаюсь музыкой по воскресеньям а как ваши пациенты относятся к тому а мне кажется даже наоборот они как-то так им это нравится во первых я среди на своих концертах очень много вижу своих пациентов они прям так откликаются хорошо мне кажется положительно не относится